Ваш любимый писатель, композитор, классический поэт, художник. Называть быстро. Писателей любимых много. Композитор Имрак Кальман, поэт. Шинкарёв, художник Котельников. Называть быстро не знаю. Из всех ваших песен есть ли у вас самая любимая? Или любимые все? Нет самой любимой и все тоже не очень любимые. Я думаю, что те, которые еще не написаны или которые недавно сделаны, они как-то мне больше нравятся. Остальные так уже как бы уже как бы не мои. Ваш любимый афоризм. Чай, ни водка, много не выпьешь. Чем объясняется такой состав? Такое это вот отсутствием, так сказать, остальных, отсутствием аппаратуры и... Какой именно транквилизатор использует товарищ Коспарян? Таким же, как и сейчас. Я имею в виду по составу. Виктор, приглашаем вас выступить в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Я слышал, что ты окончил училище имени Щукиной. Где можно посмотреть на твои картины? Училище имени Щукиной не оканчивал. В училище имени Римского-Корсакова с удовольствием выступит. Поэтому на картины посмотреть редко очень выставляюсь. Трудно посмотреть. Так. Витя, куда делось пиво из солнечных дней? В свете борьбы за безалкогольность? Кстати, последний герой с другой версией значительно лучше слушается. Но в таком варианте, вот так, как там, я не знаю. Так, пиво делось вовсе не из-за борьбы за безалкогольность. Просто, так сказать, замена строчки мне больше нравится. Это больше соответствует. Так. Ну, это-то, я не знаю, наверное, не всем понятно. Последний герой действительно, может быть, лучше слушается. Ну, в таком варианте я вот так, как там, не собирается. Что в Ленинградском рок-клубе вас больше всего огорчает? А что вы хотели бы оставить неизменным? Так. Ну, особенно ничего не огорчает. Особенно ничего не хотелось бы оставить неизменным. Какая из групп Ленинградского рок-клуба вам нравится? И вообще ваша любимая группа рок-клуба? Ну, это любимая группа, единственное, мне нравится с точки зрения, так сказать, убедительности. Может быть, есть какие-то у меня там свои претензии к... Музыкальная часть, ну... Это группа. Странные игры. Алиса, аукцион. Какие еще? Ну, аквариум... Вы воспеваете подростков, музыку улицы с... А хотелось бы вам быть близким людям среднего пожилого возраста. Мне хотелось бы быть близким своим ровесником. Вот если близким, на самом деле, потому что... Тем, кто старше, они, так сказать, это все могут понять, может быть, но, наверное, не могут почувствовать. Виктор, что у вас больше всего вызывает протест? Все. Кто вы больше, поэт или композитор? Я не считаю себя ни поэтом, ни композитором. Как это называется? Автор-исполнитель? Нет. Я член группы кино. Считаете ли вы себя звездой ленинградского року? Трудно считать себя звездой и работать в котельной. Хотелось бы... Хотели бы вы, Виктор, устроить небольшое соперничество с солистом какой-либо рок-группы. Например, с Борисом Гребенщиковым. Только честно. Я несколько не понимаю, какого рода соперничество. В смысле девушек, в смысле физической силы или в смысле, так сказать, конкуренции как музыкантов. Я думаю, что, так сказать, устраивать его смысла нет, поскольку, если иметь в виду какое-то музыкальное соперничество, то оно имеет место быть. Ну, а кто тут побеждает, это виднее вам. Я думаю, что пока Борька. В смысле массовость. Ваши любимые заграничные ансамбли, которые оказали воздействие на вкус и манеру. Опять-таки, нету любимых заграничных ансамблей, но очень много слушаю музыки, различные наши и зарубежные. А конкретно, кто, трудно сказать. Ну, какие-то новые ребята мне нравятся. Как вы относитесь к своим фонам, что они есть? Какое бы напутствие вы им сказали? Сказали. Повторить? Как вы относитесь к своим фонам? Вас греют, что они есть. Какое бы напутствие вы им сказали? Ну, конечно, это очень приятно, когда кому-то нравится то, что ты делаешь. Что касается напутствия, то... Я думаю, что это все можно услышать из песен. Ну, нет, не знаю. Нет напутствия. Как-то это очень официально. Вы сказали, что никогда не выступите в юбилейном. Почему? А как же Бага? Считаете ли вы, что он в чем-то сдался, отступил? Снялись бы вы в музыкальном фильме? Так, что касается юбилейного, то... Я не сторонник, в принципе, массовой культуры. У меня... Вот, и поэтому такой большой зал, я уверен, что туда придут... Ну, очень много случайных людей, которые просто приходят там, вот на аквариум. Я думаю, многие приходят просто потому, что вот в газетах вдруг по аквариуму, по аквариуму слухи. Вот, а нравится ли это им на самом деле, я не уверен. Или, может быть, они попали под влияние каких-то своих знакомых, которые говорят, что вот аквариум, это отлично. Вот хочется так, чтобы немного было, но чтобы все понимали. Считаете ли вы, так значит, что он в чем-то сдался, отступил? Ну, я не знаю, это его дело. Вот, но... Я не думаю, что он в чем-то отступил, просто эта музыка, которую он делал, занимался, она вот сейчас пришла к тому, что... его можно делать, пожалуйста, официально играть, юбилеем и так далее. Снялись бы вы в музыкальном фильме. Видимо, будем сниматься в музыкальном фильме. Вот, ну, он такой. Ну, называется музыкальный. Новый фильм Сергея Соловьева, знаете ли, вот такой. Он называется «Здравствуй, мальчик Бананан». Там же будет использована песня аквариума. Кино. Я забыл. Что это рок становится модем? Сейчас кругом рок. А не боитесь, что на рок мода когда-нибудь пройдет? Так же, как и на джаз и поп. Или рок вечер. Наташа. Ну, я думаю, что мода – явление, которое захватывает, так сказать, верхний слой и вовлекает за собой много народу, которые, как я уже говорил об аквариуме. Вот, все это на самом деле им, может быть, и не надо. То есть они, так сказать, под общим таким воздействием. Ну, это пройдет, если пройдет, если рок-музыка может исчерпать себя только как социальное явление. Как явление, которое уже, ну, просто не будет выражать каких-то идей, а будет вот таким, как джаз. Просто музыка, а не что-то большее. Вот, и тогда, я думаю, надо будет заниматься чем-нибудь другим. Виктор, а что для вас рок-музыка? Образ жизни. Все бумажки давайте. Подряд, подряд. Все, пожалуйста. Я все читаю. Виктор, откуда вы берете темы для своих песен? Вы видите то, о чем поете в жизни, или это просто фантазия? Я думаю, что это все вокруг. И еще вопрос. Как вы относитесь к слушателям своих песен? К тем, например, кто вяжет в зале? К тем, кто так называемые фанатики вашего ансамбля? Кто порой даже не вдумывается в одно слово? В смысл песен. Каких нет, не понравится. Я не думаю, что если кто-то вяжет в зале, то он, скажем, не вдумывается в смысл песен. Я думаю, что если человек начинает как-то выражать свои эмоции, значит, он уже знает эти песни и слышал их дома, и значит, они ему дома понравились. Считаете ли вы, что у вас есть какие-то корни, аналоги? Кто из бардов или музыкантов прошлого и будущего вам близок? Я думаю, что корни и аналоги... Ну, я не знаю, насчет аналогов, опять-таки, мне об этом судить трудно, а корни, безусловно, какие-то есть. Какие конкретные, сказать не могу. Кто из бардов близок? Ну, я думаю, что все группы, ну, за исключением, может быть, аукциона, который я перечислил, там везде есть автор, который, скажем, если он будет просто петь с гитарой, можно назвать его бардом, как с натяжкой. Вот они, я думаю, мне и близки, опять-таки, мои ровесники. Виктор, как тебе больше нравится, когда молодежь безжит, свистит на концертах и бесится, или когда полная тишина? Не значит ли это, что люди задумались, задумались, им нравится полный рост, а первое, животные инстинкты, и их не стоит будить. А мне нравится, когда люди, так сказать, отвязываются на концертах. Я думаю, что, я не думаю, что если человек танцует, скажем, или там размахивает над головой как-нибудь своей майкой, то это значит, что у него просыпается животный инстинкт. Как вы относитесь к творчеству Леонтьева? Ну, прежде всего, я не назвал бы это творчеством. То есть, это просто профессиональное исполнение песен. Мне не нравится. Ваше отношение к современной советской эстраде или для вас существует только рок? Мне, в принципе, музыка, особенно родная, не очень интересует. Меня интересует музыка как социальное явление. Единственной музыкой такой сейчас является рок-музыка. Поэтому, единственная музыка, которая, на самом деле, массовая, которая, на самом деле, народная. АПЛОДИСМЕНТЫ Может ли случиться, что группа кино окажется на профессиональной сцене? Если нет, то объясните причину. Я думаю, пока не может. Но, с другой стороны, намеренно, так сказать, уходить от этого мы тоже не будем. Если нам будет, так сказать, позволено делать все, что мы хотим там, то почему бы нет? А Вы не считаете, что на профессиональной сцене неизбежен компромисс? Ну, какой? Если я буду делать все, что хочу, какой это компромисс? Ну, машину времени выйти на профессиональную эстраду что-то утратила? Ну, я же еще раз говорю, что если делать все, что хочешь. Это возможно на профессиональной эстраде? Ну, я и говорю, что пока невозможно. Ты уже сказал. Виктор, все очень здорово. Игра отличная. Реклама была нулевая. Не переживает. Не переживай. Да, ну, реклама, насколько я знаю, действительно была нулевая. Вчера только, в конце концов, стало известно, что будет этот концепт. Естественно, за это время трудно было. Ну, я же, как уже говорил, что первый блинком. Сегодня отличная акустика, тебя здорово слышно. Выступай здесь почаще. Очень чистый тон. Будешь ли ты и дальше принимать приглашение клуба Вераука? Я не вижу причин отказываться от приглашений каких-либо клубов. Что касается акустики, то я думаю, что не совсем все-таки здесь подходящая аппаратура для выступления групп. А потом мне больше нравится играть целые группы, а не таким составом. Так что... Хотя, не знаю, вам виднее, что, может быть, действительно очень чистый тон. Назовите самые интересные 3-4 группы рок-клуба. И самые... Бе... Простите. Не разобрать. Как вы относитесь к московской рок-лаборатории и группе Мистер Твистер? По-моему, Лажа. На разом. Так. Ну, самая интересная, на мой взгляд, группа рок-клуба я уже назвал. В московской рок-лаборатории, я считаю, тоже есть интересная группа. Например, Звуки Му, Николай Коперник. Пригадаюсь интересная группа. Ну, что касается группы Мистер Твистер, то я ее не слышал. Слышал, что они играют какие-то твисты рок-н-ролл, да? Виктор, как ты думаешь, чем обуславливается такое подражание телевизора твоей группе? Начиная от внешнего вида и кончая музыкальными темами. Ну, честно говоря, я не замечаю этого подражания, поэтому не знаю, что ответить на этот вопрос. Оказывало ли на ваше творчество влияние личности Б. Гребенщикова? Если оказало, то какое? Так, ну, мы в очень приятельских отношениях очень часто встречаемся и беседуем, соответственно, влияние личности какое-то имело место быть. Виктор, как ты относишься к весьма сейчас популярной программе музыкальный ринг? Хотел бы ты сняться в ней? Отношусь отрицательно. Сняться не хотел бы и уже отказывался от предложения. Почему? Потому что считаю, что такая передача, скажем, единственная за месяц о рок-музыке, вот, она не может, ну, она как-то все это сделает так в антирекламу группе, то есть появляется молодая группа какая-то, ее начинают заклевывать тут же вопросы на какие-то люди там. После каждой, ну, трудно сказать. А какая нужна реклама группам на телевидении? Ну, я думаю, просто без всяких каких-либо комментариев сбоку давайте просто показывать какие-то номера. Да, и записывать живую, а то это... Ваше отношение к творчеству таких общепризнанных лидеров советской эстрады, как Пугачева и Леонтьева? Ну, что касается Пугачевой, то, может быть, это в большей мере творчество, нежели Леонтьева, но, тем не менее, все это мне неинтересно. Выходили ли ваши записи на иностранных фирмах грамзаписи? Выходили. Летом в США вышла пластинка «Красная волна», в ней была и группа кино. Каким образом кино там оказалось? Не знаю. Какие перспективы выпуска вашей пластинки на «Мелодии»? Научный сотрудник младшего возраста. Так, перспективы есть, но вот я в сомнении, так сказать. Потому что они хотят выпустить пластинку, но не хотят записываться, то есть хотят использовать старые какие-то фонограммы. Все это уже, может быть, и неинтересно. Ваше мнение о тяжелом металле? Ну, опять-таки, мне это не очень близко. Нет, ну, музыка как музыка имеет право на существование, безусловно. Ну, тут была записка, я, правда, не знаю, куда я ее делала. Значит, был такой вопрос. Виктор, что бы ты сделал, если бы был главой советского государства? Трудно сказать. Я думаю, что я попытался все-таки договориться бы насчет того, чтобы не было никаких у нас ракет. Прежде всего, не знаю, насколько бы это получилось. Так, вот тут еще у нас есть вопрос к Юрию Каспаряну. Что? Юра. 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 Что? Что? Чему? Отвечай! АПЛОДИСМЕНТЫ Всё? Да? Очень много струн порвало. Ну, я... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юра! Юра! Вот в гитаре. По трудам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы вас вызвали в союз композиторов, что бы вы сказали именитым дядям? А там нет людей, которых я считал бы именитыми. Сказать им нечего. Только что вы. Какой вы в жизни? Спокойный? Рубаха-парень? Скептик? Вы добрый? Добрый. Спасибо.